здравствуйте дорогие мои друзья подписчики и друзья канала подписывайтесь на канал психолог советует на яндекс дзен ручу youtube я есть в ярусе вконтакте в одноклассниках итак тема сегодняшнего видео и смена жены снова обращусь к статистике своих приемов анализ тем с которыми приходят клиенты очень обширен у меня но часто и достаточно много есть тем связанных с изменой жены приходят совершенно адекватные порядочные приятные и даже обеспеченные мужчины из разных возрастных групп и рассказывают мне о неверности своих жен и конечно создается впечатление что это даже не совсем правдоподобно но факты вещь упрямая и сегодня на эту тему хочу поговорить с вами мои друзья и подписчики моего канала семья это серьезный труд двух людей от которых зависит счастье детей комфорт каждого члена семьи к сожалению далеко не всегда в отношениях все складывается так как нам хотелось бы существует ряд обстоятельств и факторов влияющих на то как ведет себя партнер многие считают что измена среди мужчин встречаются чаще но женщины также бывают неверными просто они лучше умеют скрывать свои измены когда мужчина сталкивается с изменой жены то чаще не знает как ему поступить на самом деле все зависит от того хотите ли вы спасать ваши отношения или нет почему жены изменяют первое она не совсем довольна своим браком здесь речь идти может как о сексуальных отношениях так и об общей атмосфере в семье не подарил цветы на праздник зарабатывает мало денег не дает ей свободу мало уделяет времени и тому подобное второе обида на мужчину наверняка вы слышали о том как иногда поступают женщины желая отомстить мужу если она затаила обиду то есть вероятность что в виде мести будет измена в данном случае влюбленности в другого представителя сильного пола может и не быть прошли чувства случается что даже сильная любовь угасает порой на это может влиять как партнер так и время быть и личные переживания женщины четвертое новые чувства к другому человеку порой может загореться искра от которой женщина перестает себя контролировать иногда это серьезная влюбленность а иногда просто сексуальное влечение на один раз как поступить при измене первое отбросьте эмоции для того чтобы оценить ситуацию максимально трезво вам необходимо постараться отключить все эмоции и личные переживания в любом случае принять какое-то решение вам будет нужно но результат этого решения будет зависеть от того насколько объективно были вы в момент его принятия конечно это непросто особенно если вы достаточно подвержены эмоциям но перед принятием решения постарайтесь выждать какое-то время остыньте переключитесь на другие проблемы второе рубиться в плеча не стоит конечно значительно проще подать на развод и навсегда распрощаться с этим человеком но это не всегда является правильным решением иногда необходимо за свою любовь побороться в любом случае отбросить идею развода сделайте так чтобы такой вариант был самым последним тогда ничего другого уже сделать будет нельзя третье составьте список качеств жены за которые вы ее любите это поможет вам оценить насколько супруга вам важна и порой в этом списке оказывается слишком мало плюсов и самым верным решением становится развод если же перечень получился достаточно объемным то задумайтесь быть может вам стоит простить ее четвертое подумайте измена являлась ошибкой супруги или систематичностью часто женщины идут на измены тогда когда чувствует недостаток внимания со стороны мужчины они ищут ласку и понимание стараются найти человека который им это даст пятое не стоит пытаться решить проблему по мужски с соперником согласитесь если бы ваша жена была против секса с любовником он бы был или его бы не было дело совсем не в нем просто ей захотелось новых эмоций если вы и сможете объяснить сопернику о том что он тут лишний то проблему вы не решите рано или поздно появится новый шестое выслушайте ее да это также очень важно ведь никогда нельзя оценивать ситуацию не пытаясь разобраться в мотивах другого человека если это было минутной слабостью или ошибкой о которой она будет жалеть всю жизнь то вполне логично простить и постараться забыть о случившемся навсегда седьмое если она раскаивается дайте шанс это хороший знак ведь вполне вероятно что терять вас она не хочет стоит попробовать спасти вашу семью и найти пути решения проблемы хуже если жена настаивать на том что она права и это нормально скорее всего у такого брака нет будущего ведь у нее угасли чувства восьмое обеспечить ей хороший секс чаще всего на отсутствие секса в браке жалуются мужчины но случается так что и женщина чувствует недостаток близости с супругом именно поэтому так важно предоставить ей максимум удовольствия уделяя внимание деталям обязательно не забудьте об аспекте романтики свечи и шампанское лишними не будут многие мужчины порой забывают о том что для получения оргазма женщине необходимо больше времени обязательно уделяйте внимание именно ее ощущения девятое подумайте о детях если у вас есть дети то вы не можете думать только о себе также важны их чувства и их переживания порой развод родителей у неформированного как личность ребенка может оставить неизгладимый след на всю жизнь для детей важна полноценная семья где есть и мама и папа поэтому подумайте еще раз была ли измена по глупости или из-за нехватки внимания как поступить можно ли спасти семью 10 дайте то чего и не хватает чаще всего это внимание нежность подарки забота ощущение безопасности рядом с вами чтобы вы не мог вы чтобы вы могли изменить если у вас есть желание что-либо исправить то после разговора с ней незамедлительно начинайте действовать если же такого желания нет то не стоит и пытаться вероятно вы также охладели и у таких чувств нет будущего важно чтобы оба супруга хотели что-то исправить только в таком случае есть смысл что-то делать одиннадцатая семейный психолог порой решить ситуацию вдвоем без помощи специалиста практически нереально каждый может настаивать на своем пытаться что-то доказать или вообще уйти от ситуации это достаточно сомнительная позиция потому как ничего не меняется жизнь семьи как социальные ячейки продолжает висеть на волоске именно поэтому так важно своевременно обратиться к семейному психологу который поможет посмотреть на ситуацию трезво 12 отпустите порой когда решить ничего нельзя и брак раз рассыпается на глазах важно успеть сказать хватит и спокойно разойтись пока между вами не испортилась все окончательно это необходимо в том случае если у вас есть дети и врагами вы остаться не должны вам любом случае придется иногда общаться а если вы доведете ситуацию до критичной точки то сильно пострадают также дети на этом я хочу закончить сегодняшнюю тему всем желаю физического и психологического здоровья обращайтесь для решения ваших проблем к специалисту до новых встреч дорогие мои друзья с вами я семейный психолог светлана леонидовна я вам покажу вам спасибо за просмотр! я вам покажу вам спасибо за просмотр!